Сборная ТР со своим Кадыровым чуть не выиграли чемпионат мира по мобильной игре. Зрители и у эфира больше, чем в International 2019. Люди скакивают со своей киес. Думаю, очень много денег и получают победитель! Неужели сборная ТР? Киберспорт в России переживает второе дыхание. Россия была одной из первых стран, которая официально признала киберспорт еще в 2001 году. Но все это сразу затихло. Сейчас мы переживаем новую волну. Чувствуется, как растет конкуренция. Это и двигает все вперед. То, что делает Гарена, сильно влияет на развитие киберспорта. Крупные турниры, большие призовые фонды. Все это мотивирует ребят даже из самых отдаленных регионов России. И все они потом смогут стать топовыми игроками и выступать за сборами. Когда нам предложили полететь в Бразилию, мы не особо-то и поверили. Даже родителям стеснялись говорить, что едем куда-то из игры. Но потом подумали и решили, что такой шанс попадает раз в жизни. Со своей командой мы познакомились в самой игре. До этого мы ни разу не виделись. Сначала наша дружба строилась на общих увлечениях и целях. Но сейчас они для меня значат гораздо больше. Родителям я сказал, что мои друзья выиграли Кубок Евразии и поедут на чемпионат мира. Спросил, что они об этом думают. И только потом сказал, что являюсь их капитаном. Раньше было очень сложно совмещать два важных дела в моей жизни. Учеба в медицинском и киберспорт. Но со временем я научился все это совмещать. Главное грамотно расставлять приоритеты и распоряжаться своим временем. Неважно, каким делом ты занимаешься. Главное становиться лучше и преодолевать себя каждый день. Важно, страсть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин